В Твери асфальт с дорог сходит быстрее снега. К такому выводу пришла наша съемочная группа, которая прокатилась по некоторым улицам Твери. Какие участки самые проблемные? Почему городские власти не спешат ремонтировать дороги? Расскажем прямо сейчас. Асфальт на Тверских дорогах буквально тает. Некоторые улицы превратились в бездорожья. Ямы разрастаются так, что на некоторых участках уличной дорожной сети их объехать становится невозможно. Яркий пример тому улица Железнодорожников. Ее без преувеличения можно назвать аварийно опасной. Водители вынуждены выезжать навстречу, чтобы не попасть в яму, двигаясь по своей полосе. Другие более изощренные автовладельцы предпочитают даже заезжать на тротуар, дабы не повредить машину. Автомобилисты крадутся по воде. Стараются пристроиться за впереди идущей машиной, чтобы посмотреть, где провалится она и объехать эту яму. Но кому-то все-таки приходится взять удар на себя. Ямы растут не только на окраинах города, но и в центре. На магистральных улицах вот это Волоколамский проспект. Вот такие ямы на столь важной городской артерии повергают в шок как водителей, так и пешеходов. Не замеряя, на глаз видно, что глубина вот этой ямы в центре дороги более 10 сантиметров. Центральные дороги еще ничего, но дворы ужасная дорога вообще. Очень много приходится ездить по дворам, поэтому хотелось бы лучше. Чуть маленько во двор, все, уже не прыгать. Вот где гусем, а маленько во двор, все, там яма наезд. Только что из Волды приехал. Дороги прекрасные, даже второстепенные дублеры в идеале. А у нас как? Да ужас. Красина, возьмите, что первое, что второе. Ужас. Ситуация удручающая под Южным мостом. Сейчас вот этим участком пользуются сотни водителей в сутки в связи с перекрытием Бурашевского путепровода. Но городским властям это нипочем. Никто, конечно, не говорит о том, чтобы положить асфальт на этих 300 метрах. Но хотя бы регулярно подсыпать дорогу крошкой можно было бы и почаще. Скорость автомобилистов на этом участке едва достигает 10 километров в час. Машины даже в обеденное время скапливаются, образуя затор. Тем не менее, администрация Твери сообщает на своем официальном сайте, что работы по ликвидации повреждений уличной дорожной сети города активно ведутся. В течение недели работы выполнены на 10 объектах общей площадью 14, 17 и 5 квадратных метров. Наиболее крупные из них — Московское шоссе, улица Учительская, Маяковская и Паша Савельевы. Проезд стеклопластиков. Работы проводятся в соответствии с предписаниями ГИБДД и результатами мониторинга состояния уличной дорожной сети. В ближайшие дни планируется проводить работы по ликвидации повреждений на Петербургском шоссе, улице Красное, Третьяковском переулке и Волжском проезде. Но людей не обманишь. Картина, как говорится, маслом. На дорогах яма на яме. Объемов проводимого ремонта явно недостаточно. В департаменте дорожного хозяйства благоустройство и транспорта называют высокие показатели по ремонту. Но так ли это на самом деле? Сейчас в городе проходят работы по аварийному ремонту дорожного полотна. Всего с начала зимнего периода сделано около 2000 метров квадратных. Запланировано в зимний период 5000. Из-за неблагоприятных погодных условий, то есть переувлажнения дорог и перепадов температуры, резких переходов через ноль за короткий период времени, сейчас возможно использовать только литой асфальтобетон. К сожалению, литым асфальтобетоном не представляется возможным производить работы на больших участках. В связи с этим работы производятся локально и устраняются наиболее аварийные ямы. Что ж, зато для автомехаников сейчас настает горячая пора. Хоть кто-то останется доволен и в плюсе. Продолжение следует...